Дорогие друзья, если данный видеоролик наберет больше чем 1000 лайков, я сниму еще один видеоролик, в котором расскажу 10 причин, целых 10 причин, как отличить качественную винтовую сваю от подделки. Это будет очень интересный и познавательный видеоролик. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте Строй Живи! Я обещал неоднократно показать свое новое производство, и вот сегодня настал тот самый день, когда я могу с чистой совестью и открытой душой показать вам свое богатство. За моей спиной цех, это цех, отапливаемый общей площадью 3600 квадратных метров. Мы его условно разделили пополам. В левой части у нас, для вас с левой стороны, это производство винтовых свай, а с правой стороны производство домокомплектов, каркасных домов. Пойдемте ближе посмотрим, из чего состоит то и второе производство, какое оборудование имеется и чем мы сегодня занимаемся. Хочется начать с того, что нам очень сильно помогает в нашей работе. Как я и сказал, цех разделен на две половины, и каждая из этих половин имеет своего помощника. Помощник это кран-балка. Над металлическим цехом кран-балка с грузоподъемностью в 5 тонн, а над деревянным цехом две кран-балки с грузоподъемностью по 3 тонны каждая. Въезд в цех осуществляется через вот эти ворота. Рядом с въездом имеется пандус, удобной высоты для разгрузки материала, который приехал к нам на производство. Кроме этого, с помощью этого пандуса очень удобно загружать готовую продукцию, которую мы упаковываем, и готовые домокомплекты. В данный момент я нахожусь в складской зоне готовой продукции и сырья. Справа от меня, там лежит труба, которая, это сырье наше, из которой в дальнейшем мы будем делать винтовые сваи. А здесь складская зона, подготовлены сваи, сами видите, здесь и заборные сваи, и обычные фундаментные сваи, разного диаметра, разной длины, видите, большие и маленькие. Кроме того, здесь подготовлен металлопрокат, который в дальнейшем мы будем использовать для подъемов домов, для обвязки винтовых свай и так далее. Значит, вся готовая продукция упаковывается вот в такие палеты, и для того, чтобы просто кран-балкой подняли и через верхнюю погрузку положили на автомобиль. Я знаю точно, что есть у людей предположение о том, что дешевизна свайпорей достигается используя какого-то бывшего металлопроката. Вот я вам показываю, в каком виде приходит труба к нам с завода, она вот в такой пачке, труба абсолютно новая, блестящая. Бывает иногда, переведи камеру сюда, что приходит труба в таком виде, все зависит от того, какая погода была в этот день, была ли машина тентованная. То есть, если тентованная или сухая погода, приходит такая труба, если день был сырой, то она, возможно, придет с таким легким налетом ржавчины. Если внимательно посмотреть, вот, посмотри, ее можно стереть даже рукой, то есть там, ну, вообще, легкий налет ржавчины. Вот куда капля упала, там немножко заржавело. Пескоструить такую трубу нет никакого экономического соображения или целесообразности, и это очень дорого. Поэтому никакой бывший металлопрокат мы не используем, только новая труба, которая идет в данный момент уже не с Королевского завода, а мы с ними немножко разошлись наши пути дорожки. Мы сейчас трубу берем с завода Северсталь. И еще один момент. Наше производство, которое состоит из трех линий, эти линии я вам чуть позже покажу, каждая линия смену может производить 200 свай. Три линии, это 600 свай. Если включить еще ночную смену, а у нас одна линия в ночь уже работает, это получается 1200 свай. 1200 свай в сутки может производить наше производство. Если взять длину, стандартную длину сваи 2,5 метра умножить на 1200, это получается 3000 метров такой трубы. Три километра трубы, скажите пожалуйста, где можно найти в Ленинградской области, да блин, во всей России. Ты не найдешь такое количество бушной трубы. А если это еще умножить на месяц, 3 умножить на 30, получается 90 километров трубы мы можем перерабатывать в месяц. Где, скажите, какой трубопровод надо разобрать, для того, чтобы получить такое количество бушной трубы. Поэтому не слушайте байкам бушную трубу или некондиционную трубу. Могут использовать только гаражные производства, где они купили, где-то оторвали пару тонн трубы, сделали из них 50-70 свай и продали подешевле. Производство такого масштаба, как у нас, бушную трубу использовать просто не может. Продолжаем экскурсию по нашему производству. По-прежнему продвигаемся по складской зоне. Здесь у нас хранятся оголовки, которые делаются для различных диаметров свай. И вот, кстати, вашему вниманию есть вот такой стенд, который мы подготовили. Это выставочный стенд. Он покрыт такой же краской, которую мы используем на производстве. Здесь нет никакой показухи. Реально, как все есть. Здесь сваи 108, 89, 76 и 57 миллиметров в диаметре. И две сваи заборные. Вот они в таком миниатюрном виде. Это выставочный образец для того, чтобы предоставлять его какие-либо базы строительные, торговые. Где можно было бы торговать этими сваями под заказ. То есть заборные сваи. Здесь профиль 80 на 80, труба 76. И профиль 60 на 60. Профиль с трубой 57 миллиметров в диаметре. Кроме трубы в своем производстве мы применяем в качестве сырья еще и горячий катанный лист для изготовления лопастей для винтовых свай. Значит, сталь 3 очень часто спрашивают. У нас и труба, и лист используется сталь 3. То есть в качестве сырья у нас есть всего два материала. Это труба и лист. Все остальное мы делаем самостоятельно. Лист кладется на стол плазменной резки и вырезаются лопасти. Две половинки. По определенному шаблону определенной формы. После работы плазменного стола у нас получаются вот такие листы с вырезанными лопастями. Значит, мы... Этот лист... У нас два пути. Либо мы его сдаем в металлолом на переработку, либо мы его продаем. Очень часто у меня берут этот лист для монтажа заборных секций. Очень удобно. Стоимость такого листа примерно 600 рублей. После плазменного стола лопасти попадают на этот стенд, где они укладываются в зависимости от диаметра. Как вы, наверное, догадались, у каждого диаметра сваи свой диаметр лопасти. Дальше оператор пресса берет эти лопасти и гнет их на прессе, придавая им определенную форму. Добавляю ваше внимание на то, что лопасть у винтовой сваи обязательно должна состоять из двух половинок, которые свариваются между собой. Почему из двух половинок? Потому что невозможно лопасть полтора оборота вырезать из цельного куска железа. Поэтому из двух половинок. Некоторые недобросовестные производители винтовых свай на этом деле экономят и вырезают такие кругляшки, а потом их просто разгибают. На самом деле, грунт вокруг такой лопасти уплотняется намного хуже и меньше, чем вокруг такой. Остерегайтесь подделок. Значит, лопасти после того, как на прессе их согнули, свариваются вот в такую единую конструкцию. А дальше уже мы переходим на линию изготовления конуса винтовой сваи и приварки вот этой самой лопасти. Пойдемте. Для того, чтобы сформировать правильный конус у винтовой сваи, чтобы он был ровный, острый, и ось носика этой сваи, конуса, совпадала с осью самой сваи, самой трубы, нужно подготовить вот такую деталь. Ее можно приготовить несколькими способами. На некоторых производствах просто берется болгарка и вырезаются такие треугольники. Какое качество от такого реза, вы сами можете догадаться. На более продвинутых предприятиях производства винтовых свай этот треугольник вырезается ручной плазмой. То есть человек садится и просто вырезает. Но там тоже рука дрожит, и какого качества более-менее оно приемлемое, но все же мы пошли другим путем. У нас имеются вот такие труборезы, которые подключены к ЧПУ и вырезают абсолютно точные детали. В результате работы трубореза получаются вот такие заготовки из цельной трубы. Итак, что такое труборез? Давайте я вам покажу. Это вот такая направляющая 13 метров длиной, к которой подключен источник плазменной резки, который в свою очередь подключен к ЧПУ. То есть задается программа, которая устанавливает и показывает, какой длины должна быть заготовка, какой диаметр трубы. И уже под присмотром, конечно же, оператора труборез вырезает вот такие изделия. Для подачи трубы на труборез мы изготовили вот такой стол мощный, на который кран-балка кладет пачку с трубой. В очередной раз убедитесь в том, что труба у нас новая, небывушная. И оператор уже кладет эту трубу на труборез. Сначала один конец, потом второй конец. Несмотря на то, что вес такой трубы больше 150 килограмм, 156, если я не ошибаюсь, то один человек вполне с этим справляется. Один конец, потом второй конец. Вот так очень легко один человек может трубу весом 156 килограмм поднять и положить на труборез. Производится зажим, причем, обращаю внимание, внутренний зажим трубы, чтобы она зафиксировалась на этом роторе. И в дальнейшем станок сам ее будет вращать так, как нужно. Данный труборез может раскраивать трубы диаметром от 57 миллиметров до 325. То есть вот такие трубы, такие сваи здесь можно резать. Так же, как и наш робот, этот станок разработал конструкторский отдел нашей компании во главе с исполнительным директором Виталием Арнаутовым. Чтобы вы понимали, оператор ногами просто прижимает трубу к роликам, которые внизу. Не думайте, что он ногами крутит эту трубу, крутит ЧПУ. То есть, ЧПУ дает команду на перемещение источника резки на 2,5 метра, так как длина заготовки 2,5 метра. Если надо 3, значит, он переместит на 3 метра. Дальше источник вырезает технологические отверстия в верхней части свая, через которые производится монтаж, сама вкрутка. С одной стороны, потом перекручивает в зависимости от диаметра трубы на обратную сторону. Роль оператора во всей этой истории контроль за работой станка. Мало ли, какой-то сбой погрешен, чтобы не испортить трубу. Все, отступил немножко. Ну, не немножко, там 5 сантиметров. Произошел обрез заготовки и подготовка следующего технологического отверстия на следующей заготовке. Вот такой раскрой трубы, которые вот эти острия конуса входят друг в друга, позволяет экономить по длине трубы, если мне не изменяет память, 34 сантиметра. 17 и 17, да. 34 сантиметра трубы экономятся. Вместо того, чтобы просто 2,5 трубу оттяпать и болгаркой вырезать такие розы. Обращаю внимание на еще такую технологическую особенность нашего трубореза. Это уж точно додумался до этого только наш конструкторский отдел. Значит, труба перемещается на труборезе на таких роликов, что позволяет без изменения каких-либо шаблонов использовать на данном труборезе друг за другом разные диаметры труб. То есть, любую сюда можно положить. 157-ю, что 108-ю, что 325-ю. Никаких шаблонов при этом менять не нужно. Вот этот источник создает такую плазменную струю, которая режет металл толщиной в 4-5 миллиметров. Легко. Таких труборезов у нас два. Один слева от меня, другой справа от меня. Видно, да? Эти два трубореза своей производительностью обеспечивают такими заготовками три линии сварщиков, которые за спиной оператора. То есть, линия изготовления винтовых свайс состоит из ряда постов. Первый пост – это изготовление таких заготовок, с которыми справляются труборез и его оператор. Дальше заготовки поступают к сварщику. С трубореза заготовка поступает на сварочный пост, где сварщик обживает этот конус и проваривает все швы. Вот так вот твердой мужской рукой мы добиваемся точности создания конуса винтовой свая. Сейчас, смотри, камеру поближе. Обратите внимание, какого качества у нас примыкания деталей нашего изделия. Сейчас сварщику остается только качественно здесь проварить. После того, как конус обварит, свая поступает к следующему сварщику, но это еще не свая, это пока только заготовка, где на нее одевается лопасть и приваривается. Свариваются две половинки друг с другом. Сначала прихватили, потом обварили. После того, как мы прихватили, обратите внимание, покрути, какие минимальные зазоры между конусом и лопастью. То есть это те самые зазоры, которые можно качественно проварить. Там нету дырок в палец толщиной. после того, как свая сварена, ее передают на следующую линию, это покрасочная линия. Для того, чтобы лопасть свая прокрасить полностью, ее окунают в такое ведро. Здесь краски мы, конечно, не жалеем. Самое главное, чтобы лопасть полностью была прокрашена. И дают ей стечь. Краска у нас двухкомпонентная бокситная эмаль, как я много раз говорил, она достаточно густая. Бывают потеки, прошу не обращать на это внимание. Слой очень толстый и качественный. Дальше, когда краска сечет таким образом, она поступает уже дальше к красильщику, который дальше кистью, кистью уже размазывает краску, не размазывает, а покрывает ствол сваи краски. Вот, как видите, винтовые сваи уже готовы с прокрашенными лопастями. Вот здесь они лежат, сохнут, уже высохли. Дальше они попадают к красильщику, который производит окраску ствола только, такой же краской, широкой кистью. Самые внимательные, наверное, уже заметили, что у нас изменился цвет краски. Он стал темно-темный шоколад, коричневый цвет. У всех сваи черные, есть там где-то зеленые, синие, голубые, розовые. У нас будут сваи теперь коричневые. Это для того, чтобы элементарно отличать наши сваи от своих конкурентов. Чем-то выделиться и в то же время, чтобы не было подделок, скажем так, откровенно говоря. Так что знайте, что теперь у нас сваи коричневого цвета. Следите за этим. И если вам кто-то говорит, что сваи приближенны не реализованные со старой краской. Еще у нас есть сваи светло-коричневого цвета. Переведи туда. Светло-коричневого цвета. Мы их тоже в ближайшее время распродадим и у нас останутся только такого темно-коричневого цвета. Эти все разные цвета связаны с тем, что мы экспериментировали, подбирали разных поставщиков, разные колеры, но в итоге остановились на таком цвете. А это наш стапель. Это изготовление откатных распашных ворот. Помните, что мы их тоже делаем. Это абсолютно выверенная в горизонт площадка идеально ровная для того, чтобы и те конструкции, которые здесь собираются, также были идеально ровными. Вот такие у нас ровные ворота. Ты покажи их в одной плоскости. При том, что длина проездной части 6 метров, еще 3 метра противовес. То есть общая длина 9 метров. Что, друзья, уехал я с производства. Голос я там почти уже потерял. Поэтому, чтобы что-то еще вам сказать, уже лучше скажу в машине. Побывали вы на нашем новом производстве винтовых свай. Долго мы, конечно, его настраивали. Сегодня у нас середина марта, а начали мы переезд в середине декабря. То есть 3 месяца я потратил на то, чтобы полностью рассчитаться с прошлой площадкой нашей, где у нас была аренда производства. Закупить новое оборудование, заехать на новую, все это перевести, пересчитать, наладить, набрать новых людей. Все помните, что выпускали видеоролики о том, что нужны сварщики, разнорабочие и так далее. Ну, все, производство заработало в полной, в полную, почти в полную силу. То есть 3 направления работают днем, одно направление ночью. При необходимости я могу укомплектовать еще людьми производство и запустить еще две линии ночи. Общая производительность винтовых свай в сутки будет 1200 штук. Еще раз повторюсь, для того, чтобы качественно, правильно выбрать себе подрядчика на фундамент, на покупку, приобретение винтовых свай, просто попроситесь к нему на производство. Если вы увидите что-то подобное нашему производству, то смело можете заказывать фундамент и винтовые сваи у этого производителя. Если это будет какой-то гараж, в котором будут вариться сваи непонятной конфигурации из металлопроката, явно бушного или некондиционного, то, конечно, стоит, скорее всего, от такого производителя отказаться. Надеюсь, это видео будет всем полезным, поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, у нас есть группа в Одноклассниках. Ну и с вами сегодня был Александр, наше производство компании Свой Фундамент. Хорошего дня и крепкого фундамента по жизни.